Кино же, вы же понимаете, что это совершенно две разные профессии. Опять согласен с предыдущим оратором. Театр первее. Театр не то, что первее, это вообще основа профессии актерской. Потому что в 7-10 ты вышел, в 10 часов ты ушел со сцены. Если в антракте зритель не ушел, слава богу, то ты хороший артист. А если он ушел в антракте половина, ты плохой, делай вывод, что ты делал в кино. Конечно, сейчас раньше такого не было. Вот я вчера приехал из Твери, Дружинина открыла там фестиваль Вечи. Сейчас не об этом. На сцену вызывается жюри. Выходит артист такой-то, узнаваем, артист такой-то, в зал реагирует, артист такой-то. И называется фамилия местной актрисы театра. И зал ревет просто. Она в кино неизвестна. Но она уже, девушка в годах, выходит, знаменитая артистка Тверского театра. И зал начинает... Вот вам популярность. Вот вам популярность. Ее никто... Я ее не знаю. Она в кино, наверное, если и снималась, то мало. Но народная артистка России. Я сейчас, простите, не знаю ее фамилии. Но вот признать непопулярность, признание, что ценится непопулярность, ребята. Популярность это вот плакатики, фигатики. И в магазин к тебе подошли и сказали, ой, какой вы, можно с вами фотографироваться. А признание артиста, это когда вот этот рев публики в театре на нам неизвестное лицо. И мы не удивляемся. Мы просто понимаем, что это прима этого театра, где происходит данное событие. Вот и все. Вот и все. И этому, наверное, служению этот человек посвятил жизнь. Театр первично. Первично. Профессия, понимание профессии. Только театр. В кино, обладая пониманием театрального искусства, поведением себя на театре, на репетиции, вам в кино гораздо будет легче. Это почему-то раньше было такое поветрие, что артисты театральных вузов не могут сниматься так, как артисты в ГИКа. А почему-то артисты в ГИКа очень плохо себя вели на сцене. Потому что их учили другому. Их учили на маленький промежуточек времени. Хотя они занимались актерским мастерством и так далее. Но их учат на... То есть кино – это маленький кусочек. Ты собираешь свой организм на рывок в полторы минуты. В лучшем случае. Ну, хорошо, две минуты. Ну, хорошо, три минуты. Это по нынешним сериальным меркам. Три минуты твой организм выдерживает прессинг. Потом ты расслабляешься. Ждешь якобы следующего. Думаю, опять три минуты ты собрался. Но когда ты собираешься на 3,5 часа и заходишь на не спринтерскую, а стаерскую дистанцию, и ты распределяешь свой организм. Да, здесь я начинаю. Мне надо первые 20 минут вас пробить. Вы приходите каждый сюда, в этот зал. Зал 1150 мест. У вас свои проблемы. У вас свои подгоревшие котлеты. У вас проколотое колесо. Вы поругались со своим близким. Ваша дочка вам сказала, я не пойду в магазин и так далее. У каждого свои мозги, свои мысли. Все, 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 все. Вы пришли в театр, сели в кресло, посмотрели на сцену, увидели артиста, сказали, ой, поправился что-то, не потолстел. Ой, опухший чего-то. И это первые 15 минут вы должны эту вату пробивать туда, чтобы они вдруг отсекли ваш внешний вид и свои домашние проблемы назад. Это только ваша энергетика может сделать. Только ваша энергетика. Вы должны их пробить первые 15-20 минут, чтобы они вдруг отошли от проблемы, сказали, что-то я не понимаю, вроде не проза. Я стихами говорю, что ли, да? А, стихи. А, это про английскую жизнь? А-а-а, Ричард. Вот. И дальше ваше мастерство их держать 3 часа. Согласен. Здесь чуть нельзя, потому что ты сдохнешь через час. Здесь ты себе дал оттяжечку, ты отошел на второй план, дал возможность с партнером поиграть, да? Потому что, да, они ведомы, они ведущие здесь. Здесь ты чуть сюда. Есть возможность вздохнуть, поправить дыхалочку. Здесь ты вышел вперед. Здесь опять ты пустил партнера. Но ты понимаешь, что здесь я ее должен накрыть во второй половине сцены, чтобы перехватил энергетику, перехватил энергический мяч. Кончаловский в этом плане очень здорово репетировал, но он репетировал совершенно киношным методом. Предположим, 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 идет диалог Тузенбаха и Ирины, а в это время Маша спит. И он делает так, чтобы, как у нас в школе говорили, мячик внимания, да? Что мячик внимания у меня находится не на говорящих Тузенбахе и Ирине, а я смотрю на Машу, которая просыпается и полуслушает, полу не слушает. Зачем Ейнма надо это слышать? То есть я, мое внимание уходит сюда. И он, когда Кончаловский монтировал, мы сняли на телевидении Дяди Ваня и Три сестры и Вишневый сад. И когда Кончаловский монтировал, я смотрел экранный вариант Дяди Вани, очень много раз идет диалог артистов. Он вставляет крупный план совершенно другого персонажа, который присутствует в сцене, естественно. Потому что ему, как режиссер, важен вот этот молчащий, слушающий персонаж, который не участвует сейчас в данный момент в разговоре. Но он его монтирует, потому что через него он передает мне свое понимание того, что там происходит. Но я же звук-то слышу, я же тоже понимаю, что там происходит очень важная тема разговора. Но лицо я вижу, предположим, Анфисы, которая в этой сцене присутствует, но она молчит. И она мне важнее, зрителю, чем сейчас там происходящее, понимаете меня?